В эфире новости губернии в студии Анастасия Зубрева. Здравствуйте! В начале коротко о некоторых темах этого выпуска. От идеи к реализации мост через Волгу в районе Климовки будет. В рамках международной выставки «Дорога» подписано соглашение о строительстве важного объекта. Котельные на колесах помогут сохранить отопление при аварии. Сколько домов могут запитать мобильные теплопункты и какие уроки извлекли коммунальщики событий прошлого января. Элечка и свой собственный военный интернет. Бригада связи в Самарской области получила новейшие аппаратные комплексы. На что способны уникальные станции, расскажем. Знаковое для нашего региона событие и важный в масштабах страны инфраструктурный проект. Сегодня в Екатеринбурге в присутствии председателя правительства России Дмитрия Медведева, главы Минстроя Евгения Дитриха и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова подписано концессионное соглашение о строительстве обхода города Тольятти. Это автомобильный мост через Волгу в районе Климовки с выходом на автодорогу М5 «Урал». Его строительство входит в международный транспортный маршрут Европа-Западный Китай. По прогнозам специалистов, путепровод значительно снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, позволит сократить скорость доставки грузов и саму поездку из Самары в Москву почти в два раза. Длина четырехполосного моста чуть меньше четырех километров, а всей новой трассы более ста. Подписание соглашения между правительством области и концессионной компанией обход Тольятти состоялось в рамках международной специализированной выставки «Дорога-2019». Благодаря системной работе регионального правительства и губернатора на обоснование необходимости строительства объекта было подготовлено в кратчайшие сроки. Президент страны поддержал проект. Его реализация начнется уже в этом году. Открытие движения планируется в 2023. Мы рассчитываем, что этот проект даст новый импульс развития Самарской области в целом, городскому округу Тольятти, особоэкономической зоны Тольятти. В реализации этого проекта заинтересовано все государство, Российская Федерация. Для того, чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область предпринимает шаги, опережающие шаги. Международная специализированная выставка «Дорога-2019», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге, крупнейшее мероприятие дорожной сферы России. Субъекты страны и ведущие компании презентуют свои достижения. На выставке работает и площадка Самарской области. В числе главных тем деловой программы – реализация национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Например, в нашем регионе до 2024 года запланировано ремонт, строительство и реконструкция свыше 1400 километров дорог. Первые результаты действия нацпроекта уже заметны. Снижаются показатели смертности и аварийности на автомагистралях. Это стало возможным в том числе благодаря четкой организации работы, отметил Дмитрий Азаров. Все работы в рамках национального проекта, запланированного на 2019 год, уже выполнены. И, соответственно, есть и эффект. Это спасенные жизни людей, это, конечно, удобство, это скорость перемещения грузов, скорость перемещения пассажиров. Более того, уже в ноябре мы планируем полностью растроговать контракты 2020 года для того, чтобы во всеоружии войти в Новый год. Участок земли на пятой просеке будет передан под строительство школы. Территорию перевели из федеральной собственности в муниципальную. Ранее там располагался спортивно-оздоровительный лагерь «Экономист». В ближайший месяц будут объявлены торги на проектирование. Начало строительства запланировано на второе полугодие 2020-го. Образовательное учреждение сможет принимать 600 учеников в смену. В здании расположат спортивные залы, классы для занятия творчества. Работы на данном участке начнутся в ближайшее время по подготовке, расчистке от той растительности, которая там находится, только под те части этого участка, на которых будет непосредственно размещаться школа. Эти работы начнутся даже чуть ранее, чем будет общий контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Напомню о необходимости решать проблему с нехваткой школ в Самаре неоднократно говорил губернатор Дмитрий Азаров. У нас наиболее остро стоит вопрос сегодня в городе Самаре. Именно там чувствуется острая нехватка школ. Именно там есть у нас образовательные учреждения, которых учатся в две смены. И, конечно, там нужно решать вопрос. Поэтому мы концентрируем свои усилия. Уверен, что в следующем году приступим к строительству школ, например, в Октябрьском районе города Самары. Кроме того, Самарская область активно участвует в президентской программе по строительству и обновлению школ, которая рассчитана до 2025 года. В 2018-м в регионе открылись два новых образовательных учреждения. В 2019-м году еще три. Идет и проектирование новых школ. Продолжаем тему строительства. На этот раз проблемного. Сегодня для обманутых дольщиков в Самарской области провели специальный брифинг. Некий ликбез по новшествам законодательства. В этом году в регионе принят специальный закон и создан фонд. Все это должно расширить меры поддержки людей, которые пострадали от нечестных застройщиков. Как именно, краткий обзор в нашем материале. История дома на Садовой полна драматизма в лучших традициях любого проблемного объекта. Строительство стартовало в 2003-м. В 2009-м застройщика признали банкротом. Директора арестовали. В следственном изоляторе он скончался. И оставил без крыши над головой более 300 человек. Люди за 15 лет настолько погрузились в тонкости законодательства. Можно считать, получили второе образование. Юридическое. И вот теперь, когда в Самарской области принят региональный закон о помощи дольщикам и создан специальный фонд поддержки, вопросов стало еще больше. Каким образом будет происходить достройка, например, нашего дома. Как будут передаваться и списки дольщиков, и все остальное. Какие меры поддержки при работе с единым фондом поддержки обманутых дольщиков мы сможем получить. Ответы давали на специальном брифинге. Его посвятили разъяснению законодательства и провели по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона проблемам обманутых дольщиков уделяет особое внимание. В июле губернская дума приняла закон. Он призван расширить меры господдержки. Теперь пострадавшие могут рассчитывать в том числе на новое жилье или денежную компенсацию. Объектами финансированы являются все объекты, которые признаны, были проблемными. Вне зависимости от того, что получал ваш застройщик разрешение на строительство, не получал, были ли права на землю, иные условия. То есть, если регион признал данный объект проблемным, включил его в 329-е постановление в отношении его меры государственной поддержки оказывают в отношении граждан. С 1 октября в Самарской области начал работу региональный фонд защиты участников долевого строительства. Предполагается, что он совместно с фондом федеральным будет выделять деньги на завершение проблемных объектов. Фонд не забирает на себя работу, связанную с пояснением, с разъяснением, с решением конкретных проблем персоналей. Региональный фонд – это не есть структура замены Министерства строительства. В прошлом году было сдано 4 объекта. За 8 месяцев этого – еще 3. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Новости губернии. Толесинские погорельцы отметили новоселье. Осенью прошлого года две многодетные семьи остались без крыши над головой в результате пожара. Помощь в приобретении жилья им оказали городские и региональные власти. Спустя год после трагедии пострадавшие въехали в новые квартиры. Подробнее Кира Исмаилова. Большая просторная квартира. О такой многодетной семье Перцевых мечтала целый год. 15 октября 2018-го они остались без крыши над головой. В санатории Лесной, где находился их дом, произошел пожар. Под утро в пятом часу я вышла на улицу. У меня дочка проснулась. И я увидела на улице какая-то дымка и светло. У нас обычно там темно. И я вышла, смотрю, у нас с другой стороны дом горит. Мы успели все спасти, слава богу, все живы-здоровы. Никто не пострадал, но вот остались без квартиры, без жилья. Случившиеся год назад Перцевы вспоминают с ужасом. Пострадала и многодетная семья Ванчиковых, проживавшая в этом же доме. За помощью погорельцы обратились к городским и областным властям. И морально помогали. И созванивались мы постоянно с ними. Поддержка была и моральная с их стороны. Были постоянные встречи. То есть и губернатор, и Сергей Александрович, и депутаты. Помогали все. Чем могли, всем помогали. Пострадавшим выделили материальную помощь из муниципального бюджета. Единовременные выплаты и субсидии. Предоставили бесплатное питание в детских садах. Все, что мы могли по детским садам, по мерам поддержки оказать, мы все эти мероприятия выполнили. Но самое главное в этом процессе было, конечно, жилье без крыши над головой. Без решения этого вопроса вся эта помощь была бы мизерной. Поэтому главный вопрос – это жилье. Он был решен. Все сложилось. И министр вовремя соцзащиты подключилась. И Дмитрий Игоревич был как раз с визитом. Мы донесли эту информацию. Я думаю только жить и радоваться. Чтобы решить вопрос с жильем, городская администрация направила обращение к губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона принял решение о выделении средств на жилье из резервного фонда. Спустя год после пожара многодетные семьи празднуют новоселье. Квартиры они выбирали самостоятельно, по своему вкусу. Рядом находятся школы, детские сады, остановки общественного транспорта и поликлиники. Кира Исмаилова, Сергей Богатюк. Новости губернии Тольятти. Котельные на колесах подадут отопление при аварии. Сегодня в Самаре тестировали мобильные теплогенераторы. Они обеспечат теплоснабжение в случае ЧПН на коммунальных сетях. Сколько домов можно подключить и сколько на это потребуется времени. А также какие уроки извлекли коммунальщики из событий прошлого января, Анна Ивахина расскажет. Утром первый дом на Смышляевском шоссе остался без отопления. В котельной, которая питает многоэтажку, авария. Такова легенда учений. Впрочем, теплоснабжение действительно отключили для максимальной реалистичности. Но батареи не успели остыть. Заработала мобильная котельная. Передвижной тепловой пункт готов приехать на место и развернуть работу в течение двух или трех часов в зависимости от удаленности. Еще примерно один час потребуется, говорят специалисты, чтобы заполнить систему теплоснабжения дома. Полностью автономно. В ней все есть. Ничего, никаких подключений. Только извне подаем воду. И она циркулирует всю воду внутри себя. Полностью обеспечить теплоснабжение. В Самаре мобильные котельные тестировали в двух удаленных районах. На улице Дальний и Смышляевском шоссе. Один такой пункт может обеспечивать теплом три девятиэтажки. Причем ограничений по времени тут нет. Некоторые установки, всего их в городе шесть, уже прошли испытания коммунальными ЧП. Два года назад у нас происходила авария. И вот мини-котельная, которая на данный момент сейчас работает, она нас вручала в свое время. Топят такие котельные, конечно, не на полную мощность. Но благодаря им люди в домах не замерзнут и система отопления из строя не выйдет. Городской оргштаб контролирует учения и проверяет температуру подачи тепла. Это в том числе и уроки событий минувшей зимы. В январе двойной прорыв магистрали на Ташкентской обернулся крупным коммунальным ЧП. Тогда двое суток без тепла провели жители более чем трехсот домов. К новому отопительному сезону отрезок ветхой трубы заменили. А еще модернизировали коммуникации на других участках. Сейчас, когда мы готовили город к теплу, мы восстановили резерв. На Новоокзале Московской, наверное, видели месяц-полтора, там мы по половинке закрывали. Вот там как раз восстанавливали резерв. Если, скажем, где-то происходит авария, мы могли по нижней зоне перезапитать. Действия при ЧП отрабатывали и электрики. Подавали ресурс в мобильные котельные с помощью автономных генераторов. Анна Ивахина, Александр Каракулько, Новости губернии. Свой собственный военный интернет и способность работать в любой точке планеты. Бригада связи, дислоцированная в Самарской области, в честь своего профессионального праздника получила новые аппаратные комплексы. Их уже опробовали на масштабных учениях «Центр-2019». Как показали себя инновационные станции в нашем материале. Их называют нервами вооруженных сил. А с нервами всегда должен быть полный порядок. Новые комплексы связи дают военным огромные возможности. Вот эта станция способна работать где угодно. Ее даже можно сбросить с парашюта. Через полчаса после приземления она уже обеспечит войска необходимой информацией. Возможности этого комплекса довольно-таки широкие. Он способен обеспечивать видеоконференцию, если простым языком говорят, телефонную закрытую связь, передачу данных. Есть гражданская сеть интернет, по которой вы все пользуетесь передачей разных сообщений, писем. Здесь то же самое происходит только в масштабе Министерства обороны. Новые станции поступили в войска накануне дня рождения. Выходные связисты отмечают 100-летний юбилей. Виктор Букреев служит всего 11 лет. По его словам, даже за этот короткий промежуток аппаратные комплексы сделали не один, а несколько шагов вперед. Устройства могут работать через спутники, а также без участия космических аппаратов, способны обеспечить связи войска, даже не приближаясь вплотную к линии обороны. На данный момент у нас аппаратные, которые цифровые. Они передают пакетные передачи данных на скоростях до 8 мегабит, а при объединении двух направлений мы можем передавать скорость до 32 мегабит. Станция Р-419Л1. Военные ласково называют ее Элечкой. На последних учениях в Центре 2019 эта дама показала, на что она способна. Противник не мог обнаружить и заглушить ее сигнал целых 8 часов. За это время план врага стал известен, и атака была отбита. Кроме уникальных технических возможностей, новые станции сделаны с максимальным комфортом для военнослужащих. Внутри тепло, есть мягкие кресла и даже спальные места. Все, чтобы солдаты не отвлекались от выполнения боевых задач. Руслан Шарипов, Тимур Набиев, Новости губернии. А теперь коротко о других новостях в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Самарец в медицинской маске пытался ограбить инкассаторов. Мужчина проник в салон служебного автомобиля и распылил перцовый баллончик в глаза водителю. После чего схватил сумку, в которой находилось почти 2 миллиона рублей, и попытался скрыться. Водитель оказал в сопротивлении и сорвал с грабителя маску. Подозреваемый бросил сумку и сбежал. В этот же вечер его задержали полицейские. 35-летний ранее несудимый житель Самары свою вину признал и раскаялся. В Сызрани прошло окружное выездное совещание Министерства социально-демографической и семейной политики области. Ключевой темой стала реализация нацпроекта «Демография». Опыт Сызрани в этом вопросе признали успешным и рекомендовали другим муниципалитетам. Участникам совещания также рассказали обо всех мерах поддержки, предусмотренных нацпроектом. В Самаре показали 60 лет итальянской моды. В одной экспозиции собраны тренды нескольких десятилетий. Эксклюзивные экспонаты из запасников итальянских домов моды и частных коллекций. Организатор проекта – Итальянский институт культуры. Выставку уже увидели в Риме, Париже, Вене, Вашингтоне, Сингапуре, Токио, Гонконге и Сеуле. В Самарском областном художественном музее экспозиция будет открыта до 10 ноября. В Самарской области проходят Дни мексиканской культуры. Запланирован целый ряд мероприятий. Выставки, фестивали, семинары с чрезвычайным и полномочным послом мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации провел встречу губернатор. Стороны обсудили в том числе планы на следующий год. Россия и Мексика будут отмечать 130-летие дипломатических отношений. В преддверии этой даты Дмитрий Азаров предложил дать возможности людям больше узнать о истории и обычаях народов. Планируются обмены творческими коллективами, экспозициями музеев, а также виртуальные экскурсии по учреждениям культуры. Впрочем, заинтересованы стороны и усиление экономических связей. Речь шла о сотрудничестве в самых разных отраслях. Я уверен, что тот уровень товарооборота, который сегодня существует между Самарской областью и Мексикой, он имеет потенцию к значительному росту. Конечно, дополнительный интерес к Мексике на территории региона возник и в прошлом году благодаря чемпионату мира по футболу, который проводился в России, в том числе на Самарской земле, и благодаря яркой зажигательной игре сборной Мексики здесь, на Самарском стадионе. Чемпионат мира стал прекрасной возможностью, чтобы Самара особенно ярко засияла на карте. Чемпионат помог всему миру открыть глаза и увидеть, что такое Россия в настоящий момент. По-настоящему. Многие стереотипы были сломлены, люди поняли, что в России, в Самару нужно приезжать, нужно обмениваться опытом, нужно дружить. Нам нужно продолжать сотрудничество. Сейчас инвестиции между Самарской областью и Мексикой находятся ниже своего потенциала. Стороны договорились совместно работать над развитием экономических связей, в частности в аэрокосмической отрасли. По итогам первого полугодия 2019 года объем внешнеторгового оборота составил 11,1 миллион долларов США, в том числе экспорт 9,8 миллионов, импорт 1,2 миллиона. Основными экспортируемыми из Самарской области в Мексику товарами являются минеральные удобрения и продукция химической промышленности. Из Мексики в регион вводятся оптические инструменты, каучук, резина, пластмасса и изделия из них. А в Самарском художественном музее открылась выставка мексиканской гравюры 20 века. Экспозиции отражают события мексиканской революции. В последующем необычная графика стала популярной и в Советском Союзе. История, которая укоренилась в уникальной технике живописи в материале Владимира Маркина. Уникальное явление, которое породила мексиканская революция более сотни лет назад – гравюра. Художники Альварес Сикейрос, Диего Ривера, а также многие поэты и литераторы видели свою миссию в отражении народного искусства. Каждая экспозиция – кусочек истории, навсегда запечатленный в память о событиях вековой давности. Работа кропотливая, ручная. Изображение вырезали на линолеуме, а после валиком с краской проглаживали будущее произведение. Необычный способ живописи повлиял и на советскую графику. Благодаря мексиканской гравюре был сделан прорыв в советской графике 60-х годов. В каждом доме появилось такое явление, как эстамп. Эстампы – это как раз производные вот эти линогравюры массового искусства. Причем у нас в стране их стали делать двухцветные, трехцветные. Оценить искусство соотечественников прибыли и гости из Мексики. Тем более многие работы были переданы в дар русским, североамериканцами. Самару и Мексику связывают гораздо более давние отношения. Именно здесь с 1941 по 1943 год находился посланник страны Северной Америки с дипломатической миссией. И спустя столько лет дружба продолжает крепнуть. Мы с Самарой работали очень плотно, начиная с прошлого года, потому что подготавливали все необходимое для визита огромного количества мексиканцев в Самару в рамках чемпионата мира. Мы очень тесно сотрудничаем с властями Самары и Самарской области. В следующем году исполнится 130 лет дипломатическим отношениям между Россией и Мексикой. И в планах у гостей из Северной Америки вернуться в Самару для работы над новыми проектами. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Здоровье по плану, новое оборудование в больницах, транспорт для сельских медиков, бережливые поликлиники. В Самарской области обновляется система здравоохранения. Какие изменения происходят в регионе в рамках нацпроекта здравоохранения, инициатор которого президент России Владимир Путин. И какие уникальные собственные идеи в этом направлении реализует Самарская область. Результаты за 9 месяцев в нашем материале. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной обеспеченности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Фельдшерам вручают высоко проходимые НИВы. Это одна из мер, которая реализуется в Самарской области в рамках национального проекта здравоохранения. Главная суть всех глобальных национальных программ, чтобы от принятых действий каждый человек почувствовал улучшение жизни. Транспорт в медицине играет не последнюю роль. И когда мне говорят, какое спасибо большое, что нам министерство выделило автомобиль «Газель», оборудован креслами, и нас теперь на диспансерный осмотр возят в Нефтегорск из Алексеевки. Это была очень большая проблема, и люди, может быть, не поехали. Это нужно платить деньги, потом нужно к графику автотранспорта приспосабливаться. Делается многое, например, внедрение бережливого производства в поликлиники. Сам процесс медпомощи меняется. Теперь жителю отдаленных сельских территорий не надо ехать в Самару, чтобы, например, его кардиограмму посмотрели специалисты. Областной кардиодиспансер получает обследование дистанционно. С начала года там проверили более 30 тысяч кардиограмм. Меняется и работа с медицинским персоналом. Появляются новые медучреждения. Сразу две поликлиники в 19-м квартале Тольятти, на 500 мест детское и на 1000 взрослые. Они обе уже строятся. Настоящий технологический бум переживают больницы. В Тольятти появился цифровой маммограф «Ц-Дуга» в детской больнице. Готовится установка МРТ-томографа. В больнице Баныкина заработает современный ангиограф. Безусловно, для Тольятти этот год очень важен с точки зрения инвестиций в материальную базу здравоохранения Тольятти. И мы можем буквально в этом убедиться воочию. Начиная с первых уже поступлений очень высококачественных экспертного уровня аппаратов УЗИ для онкологов. О первых итогах реализации нацпроекта говорить можно. Эффективность его реализации оценивается по 50 параметрам. В Самарской области нет ни одного критерия в так называемой красной зоне. То есть все обязательства будут выполнены. На данном этапе мы работаем эффективно. Контрольные точки мы выполнили все. То есть те мероприятия, которые запланированы в рамках национальных проектов, мы выполнили вовремя и в срок. И поэтому и достигли, соответственно, показали эффективность вложения средств. В промежуточные итоги эта контрольная точка. Нужно понять, что уже сделано, какие результаты это дает и к чему стремиться дальше. Планы еще масштабнее. Только один пример. До конца этого года в области откроется еще 14 ФАПов. 10 в рамках реализации нацпроекта. И еще 4 по программе развития сельских территорий. Это значит, что медицинская помощь станет еще ближе и доступнее. Анастасия Зубарева, Сергей Александров, Новости губернии. Совместить жесткий рабочий график и спортивные тренировки сотрудники компании «Сибур» приняли участие в 15-м корпоративном фестивале спорта «Волжская осень». Он прошел в Тольятти в программе соревнования по баскетболу, хоккею и шахматный турнир. Как все было, расскажем. О том, что здоровый дух может быть только в здоровом теле, в компании «Сибур» знают все. От аппаратчика до председателя совета директоров. Поэтому на «Волжскую осень» в Тольятти вот уже 15 лет приезжают весьма представительные делегации со всех уголков России. От Москвы до Тобольска. В этом году почетный гость и участник соревнований – сборная команда «Паутатнефть». Соревнуются в хоккее, баскетболе и шахматах. Это помогает слаженно работать в команде, развивать мышление и логику. Мы хотим, чтобы наши сотрудники были в хорошем эмоциональном состоянии. Мы хотим, чтобы у наших сотрудников не было проблем со здоровьем как вне рабочего места, так тем более на рабочем месте. Особенно учитывая опасный характер кемического производства и высокие требования к безопасности, которые должны быть. Евгений Глязинцев – прошлому профессиональный хоккеист. После завершения спортивной карьеры в 2010 году пришел трудиться в «Сибур» Тольятти. Но в его графике есть время для товарищеских матчей и тренерской деятельности. Евгений стал основателем хоккейной команды предприятия. Это непосредственно моя инициатива была. Руководство меня в этой идее поддержало. Стараемся не бросать, развивать. Разные бывают. Бывают и поражения, бывают и победы. Мы идем к успеху, я думаю. Мы планируем дальше заявляться в более высшую лигу. Развиваем как можем. Руководство помогает нам. На этой волжской осени по хоккею у тольяттинцев второе место из шести. Абсолютную победу одержала объединенная команда «Сибур» и «Паутатнефть». Серебро взяли тольяттинские химики и в баскетболе. Там уровень борьбы оказался еще выше. Соревновались 13 команд. Но со счетом 62-48 победу одержала сборная корпоративного центра из Москвы. Безусловно, побеждать всегда приятно. Хотя стоит отметить, что уровень баскетбольного турнира предельно высокий. И конкуренция в полуфинальных и финальных играх была серьезной. Ну, на финал, конечно, немного не хватило. Скорее всего, даже физических каких-то данных. У команды там скамейка такая боевая, бегущая. Поэтому немного нам, конечно, не хватило. Но считаем, что все равно турнир провели достаточно достойно. Кто лучше всех играет в шахматы, выясняют игроки 14 команд. Здесь тольяттинцам побед не досталось. Лидерство на стороне гостей из Татарстана. Их игроки были отмечены и в личных зачетах. Лучший результат среди женщин у Ольги Ковалевой. Ну, сейчас очень много методов для подготовки. То есть, конечно же, я открывала шахматные книжки. И очень много в интернете. То есть, оттачивала свое мастерство, чтобы быть в хорошей форме спортивной. Идеи здорового образа жизни в компании тесно связаны с принципами экологичности. На всех площадках были установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Из переработанных материалов изготовлена спортивная форма команд, баскетбольные мячи и медали, которые вручили победителям. Мария Шпакова, Кира Исмаилова, Сергей Богатюк. Новости губернии Тольятти. На этом у меня пока все. Еще больше новостей на нашем сайте. А если вы хотите предложить свою новость, то пишите. Наш адрес онлайн собакогуберниитв.ру. Всего доброго.